Гомельская область – самый лесистый регион Беларуси. В жаркие летние месяцы леса становятся местом отдыха. По их тропам ходят грибники и ягодники. Одни проводят время культурно и не то, что сами не мусорят, но и за другими уберут. Кто-то наносит природе умышленный вред. То спичку непогашенную бросит, то костер не потушит. Ну а теперь посещение лесов запрещено абсолютно для всех. В очередной природоохранный рейд вместе со специалистами отправились наши корреспонденты. Влез сейчас нельзя никому. В регионе объявлен 4-й, 5-й класс пожарной опасности. Сберечь леса стремятся все службы, имеющие отношение к охране природы. Это не только работники лесного хозяйства, но и спасатели, экологи, специалисты инспекции охраны животного и растительного мира, даже управление внутренних дел. Предупреждают, ходят по домам, посещают места массового отдыха людей на пляжах. Призывают через СМИ и работают с представителями всех уровней власти. Проводятся беседы с населением, раздаются листовки. В основном эти мероприятия проходят в выходные дни, в праздничные дни, когда скопление людей в местах отдыха, в лесу, на речке максимальное. За нарушение противопожарной безопасности с начала года оштрафовано 83 нарушителя. Несмотря на то, что около лесов буквально на каждом шагу стоят таблички, запрещающие посещение, люди все равно идут в лес. Тут их встречают лесники и разворачивают обратно. Люди ходят, за ягодами идут. Останавливаешь, предупреждаешь. Они вроде понимают, возвращаются назад. На машинах бывает заезжают. Ну, разворачиваешь их обратно. Ну, а настырные бывают такие? Да, которые на машинах в основном такие. Ну, правда, ничего-то покричит, поругается, но разворачивается все равно, едет, знает. Если что, не представится номера записать, можно же в милицию позвонить. В день у лесника таких человек 10-15. В основном пожилые женщины, которые идут привычными тропинками в лес за грибами и ягодами. Кстати, во время рейда разъяснительной работой занимались все его участники. Нарушителей не выявили, но и с обходящими лес стороной тоже провели профилактическую беседу. С начала года в лесах Гомельской области произошло почти 100 пожаров. Это в 7 раз больше, чем за такой же период прошлого года. Для их обнаружения и оперативного тушения действуют пожарно-наблюдательные вышки, оборудованные камерами видеонаблюдения. Ими охвачено около 95% лесных площадей. Вместе с тем, сохранность прекрасных и величественных лесов Гомельской области зависит от каждого из нас. На кого не действует моральный аспект, тот будет платить штраф за нарушение. Посещение лесов в запрещенный период может обойтись наказанием в 25 базовых величин, а это более 600 рублей. Разумеется, в бюджете любой семьи такая сумма лишней не будет. К сожалению, сегодня граждане не понимают, что лес это национальное достояние. И посещая его, они нарушают все требования, которые установлены, и тем самым это приводит к пожарам. Видите, что погодные условия сегодня сложились очень сложные. На территории Гомельской области ранее уже возникали пожары, сложные пожары, которые перерастали в верховые и угрожали населенным пунктам, которые размещаются в лесных массивах. Но ведь не только пожары – беда для лесной экосистемы. Люди, которые оставляют здесь мусор и наносят другой вред – вечная головная боль. Штраф за это 20 базовых. Правда, каждого за руку не поймаешь. С этой целью в лесах стоят фотоловушки. Они передают фото специалистам в режиме онлайн. С их помощью в этом году на нарушителей составили 16 протоколов. Основные причины – выброс мусора, несанкционированная рубка древесины, пренебрежение правилами противопожарной безопасности. Всего в регионе 140 фотоловушек. До конца месяца планируют докупить еще около трех десятков. Места установки фотоловушек меняются в зависимости от того, где предвидится лесонарушение, или выброс мусора, или обозначили, что съезды появились, или незаконная добыча древесины, или незаконная вывозка древесины. То есть постоянно меняется место установки фотоловушек. Чтобы защитить леса в арсенале лесного хозяйства, есть и другие методы и способы. Но самый главный – это совесть человека. Чтобы ее использовать, не нужно никаких затрат. Просто не стоит забывать ее дома, прихозя в лес. Марина Джала, Анастасия Кучинская, Сергей Лукашев. Специально для Новостей недели.